Здравствуйте! Сегодня состоялась формальная процедура передачи власти в Самарской области Николаем Меркушкиным Дмитрию Азарову. Полномочный представитель президента в Привозском федеральном округе Михаил Бабич представил нового исполняющего обязанности губернатора. И после перечисления человеческих достоинств и деловых качеств Дмитрия Игоревича, по которым президент и остановил на нем свой выбор, дал еще установки и на предстоящий довыбор в период. Ну, я имею ввиду период перед выборами и президента, и губернатора. Если Дмитрий лишь примет решение идти на выборы в сентябре следующего года, то ему в этом статусе придется работать практически год. Это очень сложная задача. Очень сложная задача психологическая, очень сложная задача в административном плане, потому что полномочия временно исполняющего обязанности губернатора отличаются от полномочий избранного губернатора в соответствии с уставом и законодательством. Поэтому я просил бы в этой связи консолидироваться, обмениться вокруг назначенного временно исполняющего губернатора и оказать всю необходимую помощь и поддержку. Вот что мне понравилось на этом мероприятии особо, так это и преемник, и полпред с положительной стороны отметили изменения, произошедшие с нашим регионом и сказали много хороших слов в плане оценки сделанного за последние годы и лично Николаю Меркушкину. Это крупнейший инвестиционный проект в нефтехимической, в нефтехимической, автомобильной отрасли. Николай Иванович принимал самое непосредственное участие в подготовке и реализации этих проектов, подставивании интересов Российской Федерации, подставивании интересов региона. Только агропромышленный комплекс, объем сельхозпроизводства за 4 года, с 2012 по 2016, вырос в 2,5 раза, с 25 до 64 миллиардов рублей. 9 ледовых дворцов, 16 бассейнов, 15 стадионов, 300 спортивных площадок универсальных. Это вот те заделы, которые уже навсегда останутся для жителей области и будут на них работать. Николай Иванович, огромные слова благодарности за ваш труд, за ту работу, которая за эти годы была проведена. И я уверен, что все познается со временем, и еще долгие годы жители Самарской области будут благодарны за ваш труд и за труд ваших коллег, которые вы, соответственно, реализовывали здесь на протяжении 5,5 лет. То же самое прошу сказать. Спасибо. Так что вот и в прошлой программе сказал, и сегодня повторюсь, вот как бы не торжествовали злопыхатели по поводу отставки Меркушкина, вот кто бы что ни говорил в плане личностных оценок и его манеры поведения, но при Меркушкине реально и Самара, и область в целом сделали колоссальный рывок в плане строительства и обновления объектов в социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры разного формата. И инициатором многих этих проектов был именно Николай Иванович. Ему стоит за это сказать спасибо. Вот уверен, за сделанное у нас еще не раз будет повод вспомнить его добрым словом. Умные люди это понимают. Вот может быть поэтому Дмитрий Игоревич сразу и обозначил свое отношение к тем, кто, возрадовавшись безмерно уходу Николая Ивановича, уже начал зубы скалить и физиономии кривить. Ребят, вот судя по настрою нового рулевого Белым домом, это вы сильно поторопились так себя вести. Я не раз был свидетелем того, что руководитель региона, завершая свою работу, получил, получал в свой адрес массу упреков и незаслуженных слов в спину. У меня появилось ощущение, что в какой-то момент это стало чуть ли не традицией для нашего региона. Я предлагаю, чтобы эту традицию мы закончили здесь и сейчас. Чтобы все, что сделано предыдущими поколениями, руководителями, уважалось и сохранялось, приумножалось, и именно это даст основу развития нашего региона. Перед нами стоят масштабные задачи, с которыми, я уверен, мы справимся. Я хочу от всей души поблагодарить Николана Шмеркушкина за нашу совместную работу, за то доверие, которое он мне оказал, направив на работу в Совет Федерации. Это колоссальный опыт. Я хочу вас за это поблагодарить. От души поблагодарить вас за ту работу, которую провели на территории родной для меня Самарской области. И на этом завершить свое выступление. Просить дать слово нахороший Николай. Спасибо.